Девушки отдыхают... В общем, история повторяется. У нас в Испании обода прям на разлет идут, на очень популярную запчасть. Поэтому сегодня будет спецовка обода. И в прошлый раз, когда мне его спецовали, я это не снимал, потому что я думал, что это не будет никому интересно. Но потом, судя по вашим вопросам в комментариях, я понял, что это вообще единственное, что вас интересовало со всего байк-трипа. Поэтому сегодня будет спецовка обода в домашних условиях в нашем байк-кемпе в Испании. И также посмотрим еще какие-то штучки, которые мы чиним тут своими руками после того, как они ломаются. Сегодня Богдан, вот он уже на кухне, расскажет вам, что нужно сделать для того, чтобы переспецовать колесо в домашних условиях. Итак, финт номер один. Начнем. Надо взять баночку пивка. Это первое правило. Первое. Потом сварить суп. Сейчас будем варить суп. Суп должен быть обязательно чечевичный, да? Да. Чтобы хорошо переспецовать колесо, надо обязательно сварить чечевичный суп. Желательно из испанской коричневой чечевицы. Давай мы сразу покажем. Вот такая чечевица должна быть. Запомните. Мелко нарезать лучок, натереть на терочку в морковку. Все это дело в кастрюльку с кипящей водой. В общем, сейчас покажу. Окей. Когда режете лучок, плакать нельзя. Если будете плакать, то натяжка будет плохая. Слушай, за натяжку это отдельная тема. Мне кажется, или вот этот нож для хамона? Нож для хамона? Ты его сейчас затупишь, и мы хамон не будем, чем резать. Слушай, ну купим новый нож. Тоненько, мелко нарезаем лучок. Пока водичка закипает, набираем морковочку на терку. Замочить. В идеале на часок, а то и больше. Но у нас нет столько времени, нам кататься хочется. Поэтому мы просто промываем и сразу начинаем ее варить. После того, как водичка закипела, вы бьетесь головой об вот эту штуку. Очень больно, очень больно. Чтобы тебя сильнее биться. И выбрасываете лук в речку, в кипящую реку. И после этого бросаете все остальное сразу, так все, да? Нет. Нет? Нет. А почему нет? Сейчас чуть-чуть покипит лук. Потом покипит немножко морковка. Может уже зажарку было бы сделать? Нет, потом чечевицу наденем. Потом варится чечевица, а потом только в конце картошечку. Я потом сниму отдельное видео, как я спецуя вода. Может это будет вкуснее. Пока все варится, можно нарезать в картошечку. Когда суп уже готов, надо что сделать? Правильно. Накормить супом восьмерых человек. Все садимся кушать суп. Так, Бодя, суп поели, что дальше? Так, после того, как все поели суп, начинаем нарезать хамон. Чувак, а когда обод будем спецывать? Попозже. Попозже? Ну ладно, давай нарезать хамон. Когда нога закончилась, можно переходить к делу. К руке. Да. Друзья, если вы на самом деле не в Испании, то вы можете сразу начинать спецывать обод. Потому что в Испании пока фиеста, потом надо хамончик. Вот это все эти процедуры, сиеста точно. И потом только вы спецуете обод. Здесь просто такой лайфстайл, и к этому надо привыкать. И в этом есть смысл, реально есть. Потому что сейчас с огромным удовольствием я буду снимать то, как Богдан спецует обод. Открываем сумочку Дольтер, в которой все есть. Очень полезная штука, у меня такая же, нам в этом трипе жизнь спасает. Если ее правильно наполнить. Да. Уже почти все пригодилось, что у нас там было. Да она спасать сильно не будет. Вот. Юниор Тулс. Все делаем. Вам нужен ключик для спец. Спицы. Спицы надо высчитать по калькулятору. Ну, короче, это вам сделает или тот, кто будет продавать. Или если он тупит, то лучше сами возьмите калькулятор. Лучше сделать Богдану. Если у вас бескамерка, вот такая вот лента ДТ, или не ДТ, ну, в общем, вам нужна будет лента. У нас есть еще инструкция, можно почитать. Это инструкция ВАУ. ВАУ. Жаль, сталь. Непелек старый берем, да? Нет. У нас все новое. Ты купил Непелек даже? Рома, кстати, спонсор сегодняшнего видео. Он жив, цел, здоров. Где реальные купилеры? Я запустил сторис про новый обод, и мне написали, что надо брать кашкор, потому что иначе обода все время будут меняться, от этого никак не уйти. Суть про то, что Рома упал так, что ты приземлился, и у тебя в бок ушел руль, да, и типа, ну, то есть ты не бахал обод, ты типа просто колесо вывернул. Недолет с перелетом через фронтфлик. Я вам покажу это колесо, и вы поймете, что с ним произошло. Хочешь рассказать, как это произошло? Ну, ты приземлил, и что далее? Вилетаешь, летишь-натишь, потом приземляешь, потом тормозишь головой. Нет, ну, ты приземлил просто и руль в бок в пешок, да? Нет, я приземлил, получается, заднее колесо у меня зачепилось за приземом, и меня перевернуло через передний колесо, и я трошечки притормозил головой, можно сказать. В общем, друзья, это смысл в том, что кашкорт бы здесь не помог, потому что просто колесо вот так вот стало в какой-то момент, и хера, спицы полопались, и оно согнулось. Поэтому, ну, кашкорт бы остался внутри, ну, типа, ну, вот так вот, да. Вам также понадобится, само собой, не пиля, и вам понадобится, вам не понадобится, но Рома решил сразу же поменять себе втулку, потому что у него родная была старая... Цвет выноса. Да. Нет, реально была старая просто не под буст, а он взялся сразу под буст. Ну, а там был переходник, вот это вот все, в общем, если вы хотите сразу что-то еще поменять, что вы давно планировали, то лучше сделать, вот, ну, если есть возможность, развиваться. И я вам потом, пока уже Богдан будет спицевать, буду задавать ему вопросы по поводу того, как я в детстве все это делал, и чем это отличается, потому что, конечно, уже можно не пробовать себе новые спицы, втулку и вот это вот все, но это не точно. Ну, нужно, в этом случае однозначно нужно. Ну, в этом случае, но бывают случаи, когда... Мы собираем тупо новое колесо. Да, но мне спицы мы не меняли в прошлый раз. Потому что у тебя спицы старые по длине подходили, и мы тогда, откровенно говоря, это делали бюджетно. Да, мы обод просто специально подобрали, чтобы он был по высоте примерно такой же, как и мой старый, который я развалил, и мы не поменяли спицы. То есть мы... Но при этом ты все равно покупал ободную ленту и всякую. Ну, это было не дешево, но и не супер дорого. Ну, в общем, опять-таки, если вы хотите по минимуму все сделать, чтобы покататься еще пару дней... То начинайте с того, чтобы сварить суп. Я буду просто задавать Богдану вопросы, которые... Ну, вообще, всем было интересно, как это делается в домашних условиях. Сейчас у нас в домашних условиях происходит чуть-чуть не то, что я думал. У нас с нуля набирается колесо. А ты что думал? Я думал, что мы... Ну, в детстве, я расскажу, это бомж-пакет назывался. Ты берешь, значит, свое колесо, берешь обод, берешь стяжками, скрепливаешь и просто тут выкручиваешь, непилек перетащил, перекрутил на другую сторону и типа вот так вот по кругу прошелся. Я даже тебе так не делал. Я перебирал колесо. Да, а почему так нельзя делать, как вот бомж-пакетом в детстве я делал? Ну, в данном случае разное количество спиц. Там 27-е колесо, а тут уже 29-е. У нас мало того, что замена обода, у нас еще апгрейд. А вот если все один на один, просто сломанный обод, меняешь на такой же, но не сломанный. В идеале замените все спицы. Если обод ломался, то спицы тянулись, гнулись. Это все уже напрочь не смеет. Ну, а если вы не сильно заморочливы, как я, например... А для тех, кто смотрит видео, по-любому заморочливы, если дают такие комментарии. Как вы дома собрали колесо, а как их в мастерской собирают? Так же! Не, ну, наверное, речь идет о танзометре. Ну, мы потом покажем, как работает танзометр. Будет вопрос сразу же звучать. Два креста, три креста, три. Три креста. Очень крутая штука, на которую я только что обратил внимание, это шайбочки. У меня вот в детстве такого не было. Я вообще не знал о том, что такое есть. Шайбочки. Ну, просто были пистонированные обода. И шайбочки не нужны были. Слушай, ну, это все равно другая такая. Да. Шайбочки добавляют нормально прочность. Ну, пистонированные только у олигархов были. У нас были обычные. Но мы знали, что они существуют. Это когда у тебя детство было? Такие шайбочки. 2001. Вот вы можете крутить очень удобно. И сами непиля, вот они... А зачем вот эти вот звездочки? Это для ключика, для специального? Ну, это же ДТ-шные, да, стандарты. Ну, в общем, в детстве у нас тоже были другие непиля. Они были такие, типа, как под отвертку. Ну, и мы отвертками часто их и крутили, потому что ключика специального тогда не было. Офигенно, чувак. Вот это технологии. Ты такой первый раз? Покажи ключик. Я первый раз это вижу. А какой ключик? Нет, ключ у меня обычный. А вот этот? Да, вот этот. У меня в мастерской в Киеве есть такой ключ. А, тут собой это. Звездочку, только наоборот. Да, просто спицуется колесо почти в два раза быстрее с помощью такого ключа. Офигенно. А есть робот, который спицует колеса? Конечно. Да? Да. Тебя не пугает будущее? Сейчас Богдан расскажет подробно, что такое три креста, потому что вот даже я не особо-то и знал. Ну, вот интересно. Короче, три креста это когда на одну спицу, вот одна спица. Три пересечения спиц. Три креста идет. Раз, два и три. Это один из самых крепких вариантов колеса. Одна спица, раз крест, два крест и вот это считается третий, да? Ну да. Ну вот, одна спица идет и три пересечения. Раз, два, три. Три креста. Буэно! Не, он пытался мне впарить еще ключ для вот этой, детечной. Который для звездочек? Да. Ну, а мне сейчас тебя жалко, потому что ты мог бы отверточкой все быстро сделать, если бы были бомбы скисты прошлого века. Он стоит 80 евро. Не, не надо. Не надо, зачем? Я лучше. С одной стороны солнышком. А это так с завода было зибрано, чини? Я не скажу зараз. Бодя, это так с завода было собрано, что одно колесо солнышком, одна сторона, а вторая в крестах там. Ну да. Да, с завода так? Это же ровал, да. Ровал колеса с завода так собирают. Ну, это старые модификации. А в чем смысл такой сборки? Ну, это лейтовая, это очень легкая, но при этом... С солнышком, типа, чтобы меньше веса было, да? С одной стороны. Да, там очень крепкий обод. Но видишь, спицы просто от натяжения полопались. Мармалит, троевого ободка. Собираем новое колесо, еще и новая покрышка будет. И новая лента, и новый герметик. А зачем мы это колесо принесли? Просто показать людям? Не знаю. Что это было? Ротор. Диск. А, ротор, ротор. Ротор. Ротор, блин, новая. Втулку на LX можно... А, еще ща? Ниппель. Ну, блин, у нас сейчас нормальный. А, ниппель. Ротор и ниппель мы берем со старого колеса, все остальное новое. Но, как я вам говорил, есть такой вариант очень экономный. Это то, как я бы сделал, и то, как я практически в прошлый раз мы делали. Если очень точно подобрать обод, и ты не собирался в целом все себе там менять, тебе надо просто поменять то, что ты сломал. То есть, в данном случае это обод. Ну, нет, в данном случае еще и спицы, в моем случае это был только обод практически. То можно обод взять и вот так вот его, типа, перекинуть. И всех интересовал вопрос конечного итога. Как же это сделать ровно, не на станке и без танцометра. Да. И вот к этому мы сейчас придем. Богдан уже на финальном этапе. И вот на финальном этапе как раз происходит вот этот момент, когда делается ровность и правильная натяжка спицы. Ну, надеюсь, она такой будет. Самый важный момент еще, почему решили купить все с нуля, потому что здесь 27 колеса были, а теперь 29 будет спереди. То есть, просто 29 с нуля собрали наперед, а сзади останется 27. Будет мюллет. И когда мы будем делать обзор этого велика, а мы будем его делать очень скоро, Рома расскажет о своих впечатлениях, как, вот что происходит, когда ты берешь и переднее колесо, просто одно колесо, и 27-ое перекидываешь на 29-ое. Ну, это сервис. Ну, они не богато коштует, но они дуже... Дуже редки, да? Не, не дуже редки, але вони дуже якісні. В общем, если вы триаллист в 2001 году, то вы вибрейками себе центруете колесо. А если вы человек, который уже катается в 21 веке, то есть специальная штука. В данном случае это от Юниор Тулз. Да, это такое, вот в нашем случае, в полевых условиях. Сборка и центровка колеса. Это очень интересная штука. Видишь, а теперь я вижу биение. И вверх-вниз, и влево-втраво. Ну, вверх-вниз, кстати, минимально. Да? Я обычно собирал, у меня такое яйцо было, оно овальное, прям колесо. Приходи на мастер-класс. Поэтому мы не называли это яйцо, а не биение вверх-вниз. Потому что это было просто яйцо. Чтобы испаснуть. Два слова. Вперед-назад, я так понимаю, здесь надо ослабить, здесь подтянуть. Ну, вот это вот все. А если убрать вверх-вниз, то как? Так же подтянуть и послабить. Ну, то есть здесь чуть подтянуть, а с другой стороны ослабить. А ты типа сразу тянешь, вот. Либо эти тянешь, либо послабляешь. Асимметрично надо с другой стороны тоже сделать? Ну, так или иначе, потихоньку, да, ты это сделаешь. А можешь руку сейчас подобрать? Чуть-чуть еще надо подровнять, но это уже можно с таким кататься. Вот это танзометр сейчас, да? Нет, танзометр так. А, вот так вот. Ты же прошел. Ну, типа слышно, как натянута, а не натянута спица. Вот это был танзометр. Полевых условий. Ну, у меня такой танзометр в прошлый раз работал, я отлично докатал еще весь байкэмп. То есть, слушай, ты до сих пор катаешься. И до сих пор катаешься. И более не знаю. Поэтому, друзья, ну, если вам надо поставить сервант и раз в месяц делать бяу, и чтобы был очень качественный звук, то надо, да, действительно взять... Надо купить за 350 или 450 евро танзометр. Я думаю, тогда будет толк. Точно. Вот. Но если это полевые условия, и вам надо покататься, докататься, и в будущем в целом вообще кататься... Я думал, если ты так уже внуку как-то помачиваешь. Ручками, клац-клац. Вот это вот все. Минимальный звук, и вы будете все понимать. Обычный человек, который с этим не имеет дела постоянно, не имеет опыта, как это работает, и технически, и физически... Ну, сложно будет понять, да? Сложно будет понять, насколько там должна спица толщиной 2.0 быть натянута. Насколько спица должна быть там 1.6 натянута, или ботированная спица натянута. Они все ощущаются по-разному. Когда ты собираешь сотни колес, ты уже плюс-минус так или иначе понимаешь. Ну, как и в любом другом деле. Нет, если кто-то соберет себе не прям идеального, чтобы... То не стоит заморачиваться. Просто катаешься, и все. Лишь бы она была ровненькая, жестко натянутая. Все, катаешься, пока... И рецепт от меня, это когда ты в тусовке... Шучевичный суп. Да, это первое. Но когда ты в тусовке, у вас там 5 райдеров. Это я так иногда делаю, когда скучно особенно. Ты идешь просто, и у каждого берешь, подходишь, и так потрогал спицы. Так, так, у этого натянуты так. У этого так. А у меня что-то чуть-чуть перетянуты. И взял себе и ослабил спицы. Или наоборот. Это мы так иногда делаем с накачкой покрышек. Если вдруг ты не уверен в том, что они у тебя сильно спущены, сильно накачены. Да, это по натяню. Вот. По спицам также, если ты себе сам собрал колесо, и ты не уверен, что ты сделал более-менее нормальную натяжку, то можно перепроверить, сравнить у друзей. В первую очередь, любая техническая работа, она должна и эстетически красиво выглядеть. Поэтому даже ободную ленту надо наклеивать красиво. По надписи? По надписи диагонально обрезать. Обрезание ленты. Начинаем. Хорошо пальцы придавил и понесу. Если вдруг вообще вот ты не нашел ленту или не нашел... Кстати, скажи, какой толщины обод и какой толщины ленты ты купил? 30-й обод и 30-я лента. Да? А мы мне тогда брали какую-то другую ленту. Мы тебе взяли 32-ю ленту, другой не было. Да, но ты сказал, так будет лучше. Ну, пофиг. Плюс-минус 2 мм, большой роли не сыграет. Если вдруг у тебя нет ленты, и вообще ее нельзя нигде найти, армированный скотч подойдет? Херовый вариант. Да? Да. Большинство герметиков просто отклеивают этот армированный скотч. Но основная задача заклеить дырки, в которые засовываются нипеля спот спиц. И все. То есть, если ширины хватает заклеить, то все и за шубиц можно клеить. А если слишком широко, взял ложечек и ровными руками подрезал. Концовочка. Тоже эстетически красиво должно быть. Так, чтобы даже незаметно было, где край, где и не край. А когда покрышку ставишь, надо ставить красиво надпись покрышки к надписи обода. А я слышал, что надпись покрышки там, где нипель, чтобы легче было найти его сразу. Слушай. А также эстетически красиво. Особенно спроси этот элемент у фотографов, которые фотографируют велосипеды, скажут, если покрышка криво стоит к надписи, то это уже не эстетически красиво. Вот, чувак, это видео взорвёт. Я тебе отвечаю. Это то, что надо людям, да? Это тоже надо. Я так себе делаю. Да. И своим клиентам тоже. 1,5 бар. И так ДТ решили отличиться и сделать не как у всех. В общем, если... А, тюб, тайп, тюб, лист, тайп. У многих... Есть две рекомендации. Под без камерку и под камерку. У многих покрышках, ну, как я до этого там, типа, заметил, что у них совпадает ниппель, типа, с рисунком. Ну, плюс-минус, так многие делают, так, типа, удобнее. Здесь рисунок у тебя вот находится с двух сторон, а ниппель вот здесь. И если у вас обычно давление покрышки на самой покрышке пишется, какое у вас там минимальное, максимальное значение, то здесь написано на ободе. Это рекомендации от бренда ДТ-Свис. Также от брендов, которые делают карбоновые обода, обязательно написано будет возле ниппеля. Потому что у карбоновых ободов свои определенные значения, есть максимальное давление. То есть, если, например, в алюминиевом ободе, да, там 3,5, это на тюб, лист, на тюб, тайп, то это максимально 4,7 бара. А на карбоновом это наверняка будет 4,4. Зазор очень большой, минимально на камерах 2 бара, максимально 4,7. На бескамерке, на этом ободе. Дай быстренько гляну, скажу людям. Одним глазочком? Одним глазочком. Полуглазочком, я хочу сказать. Еще бокальчик вина. Если на тюбласе, то максимальное 3,5, видите, намного меньше. Там ни хера не на эту камеру. И минимально 1,5. И еще потом, когда мы будем ставить покрышку, я сравню для интереса с покрышкой, что написано там. Техническая смекалка. Это, если что, дырочка под ниппель. Ну, если у вас есть шило, то можно сделать это шилом. У нас есть ножницы, мы делаем это ножницами. Так, а ниппелечки, я видел, у тебя в сумке были. Ниппелечек мы снимем с старого колеса. Давай хоть на чем-то сэкономим в этот вечер. У нас не получилось сэкономить, потому что у Ромы с собой был запасной ниппелек маков. Значит, сэкономили, у Ромы был запасной. Да, но я хотел старое хоть что-то перекрутить сюда. Слушай, мы собираем новое колесо, перформанс, новые впечатления. Ты только что сделал, да. Замечание такое интересное, что у Лизайна более технологичный ниппелек, потому что там есть эта штучка, прям крышечка, которая выкручивает ниппелек. Слушай, ну у Макоффа тоже получается. Тоже есть. А-а-а, тоже есть. Но знаешь в чем прикол? У Лизайны еще и торкс есть на колпачках. 25-й. То есть даже болтик на роторе ты можешь подтянуть, если вдруг что. Колпачком. Колпачком, ну хоть что-то. Один из важных моментов, это то, почему вам нужен второй человек, который будет нарезать хамон. Потому что если мастер сам себе будет нарезать хамон. То жирными руками ротором брать нельзя. Да, поэтому нужен второй человек, который будет резать хамон. В то время как он... Слава, нарезай хамон. Да, я нарезал он уже. И да, еще один интересный нюанс. Оказалось, что у нас есть новый ротор, адаптер и вообще все есть. И вот мы у Ромы спросили. Удивительно. Удивительно. Мне кажется, что Рома просто взял с собой все запчасти новые к переднему колесу. Обод забыл. Обод забыл. Увалил колесо для того, чтобы мы здесь вот сняли это видео и поменяли, сделали новое колесо. Да, все было идеально, но есть момент. Ротор, который... Адаптер на 220 ротор, на вилку, который для этого не предназначен, не становится. А вилка у нас... Просто трейловая вилка Revelation. И под эту вилку просто нереально поставить 220 ротор, ну нормальными методами. Поэтому ротора у нас остаются на будущее. Если вдруг будет сюда ставиться ZEP или двухкоронка, или в целом меняться велосипед... Сюда двухкоронка? Не, ну не сюда, вряд ли, да. Не, в целом меняться велосипед, то ротора вот эти сюда станут. Сейчас, в связи с этим всем, просто берется старый ротор, который 203, и перестает сюда. Это все за трень. Насос. Просто... Да ладно. Вечер познаний у меня сегодня... Смотрите, это Xiaomi штука. Чувак, а ты знал об этом Xiaomi? Да. 50 долларов? Я знал, что... Компрессор для велосипедов со значением... Да? Да. А почему об этом никто больше не знал? Кроме тебя и Ромы. В общем, это удивительная штука. Это Xiaomi. Ну, я думаю, вы знаете этот бренд. И вот это маленький компрессор для велосипедных колес. Без камерку хлопать с ним, скорее всего, не получится, если это не супер какая-то там без камерка. Но то, что вообще есть вот такой компрессор, ну это очень круто. Я в будущем его обязательно возьму поюзать. Скорее всего, у Ромы я не готов еще пока. Ну, да. Я возьму у Ромы попробовать, как это работает. Очень круто прям. PCI пишет. Велосипед нарисован. И всего 50 баксов. Как насос лизайн стоит. Ну, по стоимости, как насос лизайн. А заряжается через USB или батарейки надо? USB. USB, да? Еще и USB. Бустер и мелкит. Я, кстати, такой свой продаю. Не продавай, полезная вещь. Да, полезная, но... А, у меня же уже сзади другое колесо, да. Не, все равно продам, потом, если что, еще куплю. В общем, у меня есть отдельное видео о том, как у меня не срослась жизнь с этим бустером. Ссылка на это видео будет в описании. Но сейчас мы пос... Да, там была проблема в ободе просто. Сейчас мы посмотрим, как этот бустер должен работать на самом деле. Сначала накачиваем ее воздухом. У нас сразу идет тест Xiaomi, сколько максимум бар он может накачать. А сколько максимум бар было? В стену. Не, вот там вот. Там можно еще, может, 120. Да ладно, 120, да? В общем, эта штука выдает до 120 PCI, и мы накачали 80, потому что стрёмно. Но выдает эта штука очень много. И сейчас посмотрим. Не надо. А, хлопнуло? Все, почти, да. Нужно больше качнуть. Да можно сразу докачать, сейчас насосом взять. Не, не надо, я сейчас больше просто вдую баллон. Ну, посаду. Давай. Давай. Была разминочка, сейчас попробуем максимум. Давай 150. 100? Это легко. Да? Давай 100. Больше уже 103 PCI. По сути, покрышка уже встала. Воздух здесь есть. Докачиваем дополнительно. После того, как вы первый раз накачали без герметика колесо, у вас всё стало всё хорошо, так как произошло только что здесь. Можно залить герметик и потом уже полноценно всё накачивать. Если вы прям супер уверены в своих силах, что у вас всё там круто, то можно сразу лить герметик и накачивать. Но обычно... Тебе всю баночку лить? Да, давай всё. Обычно это попахивает тем, что у вас начинает растекаться со всех щелей герметик и что-то куда-то не становится. Поэтому лучше накачать сначала без герметика, оно должно накачаться, и потом второй раз уже сделать это с герметиком. Я думал... Всё на своих местах, RockShox на RockShox. Важный момент, после того, как вы надели покрышку и накачали колесо, спицы ослабевают. Ну, типа, давление со всех сторон, спицы становятся чуть-чуть слабее, чем они были до того, и их надо протянуть. Если не сильно заморачиваться и без вот этого всего, типа, по пол прокрута на каждую спицу? Или по одному? Сейчас проверим. По-разному, на разный обод, на разный дипель, по-разному. А после того, как вы прокатаетесь немного, то надо будет ещё раз протянуть. Ну, это там неделька катания, где-то хотя бы. Ну, сейчас Богдан сделает, а я вам скажу, примерно, сколько вот в данном случае надо было подтянуть. Но мне кажется, что это, типа, пол прокрута. Вот если 12 часов, то это, типа, 6 часов. Пол прокрута. Запомните этот звук, как жабка квакает. Ну, на разных спицах по-разному, но здесь всё одинаково звенит. Нарфи играет. Друзья, это офигенная штука. У Юниор Толлс такой есть. Я не знаю, ли это можно купить. Просто так можно, да? Да, это отдельно продаётся специально для... Маст хэв просто. Если вы ездите вот в толпу и кататься куда-то, то это маст хэв с собой брать. Ой, подведя итог, скажи мне. А ты здесь стеклянный стол? Шутка. Столько всего хотелось интересного, подведя итог, рассказать. Ну, что-то у меня... Ну, вот, собственно, всё и произошло, да. С моим ободом в прошлый раз происходило вот примерно то же. Исходя из того, что мы покатались... Только мы вместо ноги по Элью готовили. Точно. Да, мы катались тогда очень много, очень долго. И я так понял, что из всех 25 видео каталок с Бэйпарка, больше всего всех интересовало, как переспицевать колесо в домашних условиях. Поэтому сегодня это видео было снято. Примерно так это происходит. Да, возможно, не всегда это происходит прям под еду. Но в наших условиях это происходит именно так. Поэтому, друзья, вы видели все запчасти, всё, что становилось сюда. У вас может быть другой расклад, могут быть другие запчасти. И от этого тоже может всё очень сильно меняться. Потому что, если, например, у вас обод Race Face AR30, как у меня был, то вот этот бустер Милл Кит, вы можете пить с него воду. И на этом всё закончится. Если у вас обод ДТ Свис и покрышка Максис, то есть не факт, что Хатчинсен сюда бы так же встал, да, Боди? Или встанет, да? А ДТ-шная вода всё становится идеально. ДТ-шная вода, значит, это счастье. Ну, серьёзно. Милл Кит, кстати, тоже типа Швейцария, да? Ну, всё швейцарское, всё хорошее. В общем, Милл Кит – это очень крутая тема. Я уже, может, даже не знаю, может, мне свой не продавать. Обалденная штука, которая может вас выручать вот в подобных ситуациях. Потому что, когда вы летите на самолёте, то брать с собой вот этот насос высокого, ну, который с камерой, ну, в общем, его даже, когда ты в машине едешь путешествовать, брать с собой напряжно. Вот такую штуку взять с собой очень круто. И, конечно, огромное открытие для меня была вот эта штука к Xiaomi, которая сама качает колёса. Но это невероятно круто, особенно, когда ты имеешь дело с бескамеркой, и тебе надо несколько раз его накачать, спустить, накачать. Обычно просто у меня вот такая рука уже накачанная, с меня 10 потов сошло. Ну, это сложный процесс, на самом деле. И поэтому эта штука должна быть. Богдану огромное спасибо за... Суп. За суп. Был очень вкусный. И я напомню, что не обязательно делать зажарку на сковородке. Мне не верят, но по факту, да, просто можно гручок отдельно, просто это, и просто чуть-чуть масла поджарим. Это же не обжаренный, просто. Это ни к чему. Поэтому зажарка, это всё старые вообще штуки. Не делайте зажарку. Только когда борщ. Да. На борщ, ну, на борщ, да, надо, можно на борщ. Друзья, сегодня спасибо вам всем за просмотр. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...